Всем привет, друзья! Я сегодня рассказываю про Realme GT. Вот он, кстати говоря, в руках. Есть несколько версий. У меня с кожаной спинкой и сразу рука попала вот на эту стеклянную вставочку. Есть в стекле эко-кожа. Эко-кожа это не первый аппарат, над которым экспериментирует Realme. Обычно это были такие лимитированные серии, но если говорить про Realme GT, это флагман компании. Вообще, как устроен модельный ряд, чтобы понимали вы. Нарза это модели базовые, самые недорогие. Они пришли с индийского рынка. Дальше идут номерные, по номерам модели. Например, Realme 8 5G, то есть вот циферка 8, 7 Pro, ну и так далее. И уже в самом верху первая модель, первый флагман компании это Realme GT. Цена на него, скажем так, она вас не обрадует. Российская цена. Почему? Потому что было ожидание, что несмотря на его характеристики он появится по совершенно другой цене и вот будет такое соотношение цена-качество. Он появляется по цене, я боюсь вас сейчас вот сразу убить, Realme за 55 тысяч рублей. Да, понятно, что изначально делают всякие промо-компании. Dexp в DNS, это их собственная марка торговая Dexp. Dexp телевизор 30 чем-то дюймов, 32 по-моему. Так он стоит 14 тысяч рублей. С этим аппаратом при заказе до какого-то 13 сентября бесплатно, казалось бы, да. Можно первые предзаказавшие получат скидку, ну вот в 5 тысяч рублей. То есть будет стоить не 55, а 50 тысяч рублей. Но тут возникает вопрос, да, да, тут Snapdragon, 3 восьмерки, 5G поддержка, 2 нано-сим-карты, быстрая память. Вот это все хороший экран, неплохой. Берем обычный Samsung Galaxy S21 и теряемся, теряемся, потому что, да, разница не такая ошеломляющая, но на стороне там Samsung защита от воды IP68. Помимо этого беспроводная зарядка и реверсивная зарядка. Тут есть свои преимущества, но вот это соотношение цена-качество, знаете, как было в свое время OnePlus, убийца флагманов. Тут этого нету. И получается достаточно дорогой продукт, который можно выбрать в первую очередь за эстетику. Вот берите желтенький. Слушайте, это крутая штука. Про кожу мы сейчас поговорим подробнее, но я могу сказать четко, ясно, громко. Этот аппарат выделяется из всего, что есть на рынке. Именно за счет спинки. Вы кладете его на стол, лицом вниз дисплей не виден, спинка видна и на него обращают внимание. И сразу ощущение, особенно у людей, когда, знаете, как приходите в какое-то дорогущее заведение, где вам предлагают омаров в кляре или что-то подобное, на столе лежит такой телефон. Нет абсолютно диссонанса, потому что на фоне всех самсунгов, айфонов и тому подобного он сильно выделяется. И это, пожалуй, самое главное, что вот в этой версии Realme GT мне нравится. Нравится то, что дизайн резко отличается от всего, что есть. Поставляется он вот в такой большой коробке. Причем зачем сделали такую большую коробку не очень понятно. В комплекте есть, соответственно, USB Type-C кабель и быстрая зарядка Dart на 65 ватт. С зарядкой вообще Realme очень любят класть и стандартизовать. Слово-то какое стандартизовать. Делают стандартными разные компоненты, в частности, аккумулятор в телефоне. Знаете, какой аккумулятор в этом телефоне? 4500 литий-полимер. Такой же, как практически на всех Realme продуктах. Потому что так проще закупать, так проще унифицировать линейку. Соответственно, забегая вперед, как только я его взял, тут есть особенности, но плюс-минус это целый день работы от одной зарядки, 6-7 часов работы экрана. Этого вполне достаточно для большинства. Если говорить про зарядку, за 35 минут вы получаете 100% заряда, за 15 минут получаете 50% заряда батарейки. Никакие отдельно зарядники быстро и докупать не нужно. Все идет в комплекте. Давайте посмотрим на него вблизи, потому что есть что рассказать. Итак, первое, на что обращаешь внимание, это кожа задней панели. Это эко-кожа. Она достаточно устойчива к грязи, сарапинам и тому подобному. При этом вот эта панель, я даже сомневаюсь, что это стекло, но, скорее всего, стекло. Вот эта панель не имеет особых изъянов с точки зрения того, что отпечатки остаются, но желтый цвет перекрывает, отвлекает внимание. Вот когда телефон лежит на столе, у вас нет ощущения, что он замызган, как это часто бывает с другими. Переворачиваем его другой стороной, и у нас здесь пленка. Пленка заводская. Она у меня за месяц использования аппарата совершенно облетела. Вы видите царапину. Ну, в общем, ее надо сдирать, и я, наверное, это и сделаю. Аля фобка, соответственно. Ну, привет, пока. Есть Always On Display. Сразу хочу, забегая вперед, сказать про него. И тут что я могу сказать? Вот вы видите, я тычу по этому аппарату, а он не реагирует. Always On Display здесь работает вот так достаточно приглушенно. Второй момент заключается в том, что я могу положить аппарат на стол. Через некоторое время Always On Display погаснет, несмотря на то, что у меня настроено, чтобы он не гас никогда. Но там предупреждают честно о том, что он погаснет. Ничего с ним такого вот прям этакого не случится. Едем дальше, потому что тут есть несколько моментов, про которые хотелось бы поговорить. Сначала про внешний вид. Мы привыкли к тому, что во флагманах, а позиционируют его как флагман, используется либо нержавеющая сталь, как в айфонах старших, либо алюминий какой-нибудь 6-7 тысячной серии. И здесь кажется, что все именно так. Но это не так. В этом аппарате действительно есть металл, но он спрятан глубоко внутри. Это пластина из нержавеющей стали. Она отводит избыточное тепло от процессора. Но боковинка шасси, она вся из пластика. То есть вот это все пластик. Это незаметно, но тем не менее пластик достаточно массивный. И металл, который вы можете видеть, это единственный металл в аппарате снаружи, это окантовка камеры. Причем с окантовкой камеры следующая ситуация. Металл белый, он окрашен. Вот у меня вот тут заломилось. То есть проглядывает вот это белое. То есть камера будет немножечко обдираться. Что удивительно, потому что вот тут кожа не обдирается. А вот эта площадка обдирается. Правая сторона клавиши включения-выключения. Спаренная клавиши, не спаренные. Две раздельные клавиши регулировки громкости. Лоток для двух nano sim-карт. Карты памяти не поддерживаются. Это проблема. Наверху есть микрофон. Так же как ровно внизу второй микрофон. И необычная деталь. У этого аппарата есть разъем три с половиной миллиметра. Тут есть динамик на нижнем торце. И второй динамик находится сразу над экраном. В общем-то пора переходить наверное к тому, что этот аппарат умеет. Датчик отпечатка работает быстро. Но мне больше нравится распознавание лица. И если говорить, вы видите, быстро сработало все. Быстро сработано. А мой аппарат имеет 8 гигабайт оперативной памяти. И это UFS 3.1, 128 гигабайт встроенный. Так как внутри Snapdragon 3 восьмерки с поддержкой 5G, модем тоже 5G. Поддерживается диапазон 79 для России. Ну то есть все как мы любим. Хотя 5G сети у нас нет. И казалось бы, зачем это нужно. Вот несмотря на все это аппарат классный по скорости работы. Здесь Android 11 и Realme UI 2.0. Вы видите, что в общем-то приложения они достаточно типичны. Но хотел бы поговорить, наверное, про камеры. АМХ-овский Sony модуль. Основной 64 мегапикселя. Есть ультраширокий. И также есть макро 2 мегапиксельный. Давайте зайдем в галерею и посмотрим фотографии, которые я делал в Дубае, например. Где номер в отеле скромный со вкусом. Это ночная съемка шоу фонтанов. Также в Дубае. То есть вот тут видео, как все это играет. Звук не буду вам включать. Хлебушек. Вы знаете, мне камера нравится в этом аппарате. Она хорошая. Зайдите на сайт, посмотрите примеры фотографий, примеры видео. Я думаю, что они вам понравятся. В целом, вот тут как раз таки автофокус немножко смазан. Тут автофокус не смазан. И фотографии получаются яркими. Причем яркими они получаются не только... Где же я это был? Наверное, в полете. То есть они получаются яркими, хорошими, насыщенными. Я вам рекомендую в общем-то посмотреть обзор и вы поймете, что тут нет каких-либо сильных изменений. Если говорить про видео различные эффекты, то есть тут есть смещение цвета, когда вы записываете видео и только один свет выделяется. Например, девушка в красном платье, видно, что это красное платье и вот это все. Но если говорить про возможности этого аппарата, помимо фото, помимо производительности, она хорошего уровня, я не сказал ничего про экран. А про экран можно сказать многое, потому что экран здесь 6,4 дюйма, если быть точным 6,43. Это Full HD+, и это AMOLED-экран. При этом, давайте сразу зайдем в лабораторию Realme, здесь есть DC-дайминг, то есть вы можете поменять, изменить шим, чтобы у вас не болели глаза, если они болят. Есть авторегулировка яркости, защита глаз, это фильтр синего. Вы можете установить световую температуру DCI-P3, 100% охват, вот режим P3. Ну то есть вы можете все это сделать, особенно вот мне нравится настройка, великолепно. Есть Ultra Vision Engine, здесь можно изменить видео, изменить цвета видео, ну и в общем-то все остальное, что нас интересует, это высокая частота обновления экрана, 120 Гц. Кстати говоря, Touch-слой, Realme любит экспериментировать с этим. Touch-слой раньше был максимальный, 180 Гц, здесь он 360 Гц. И это хорошо, во всех смыслах. Экран неплохой, про All-Wison Display я немножко сказал, и вообще говоря про этот аппарат, которым я пользовался месяц, он был у меня вторым, я могу сказать, что самое главное, если вы берете Realme GT, берите вот в таком корпусе, ярком, желтом. Понятно, что лето заканчивается, осень, желтые краски, красота, но прям чумовой аппарат рекомендую именно вот по восприятию. Если же говорить про начинку и прочие вещи, давайте подытожим. Для кого этот аппарат? Вообще, Realme как марка для тех, кто ценит соотношение цена-качество. Есть ли оно тут? Сомнительно. Сомнительно с точки зрения того, что это все-таки модель, которая с точки зрения соотношения цена-качество очень близка к флагманам рыночным, к тому же Samsung. Да, она далека от айфона, но она близка к Samsung, по цене и цена, конечно, переворачивает все с ног на голову. Я первоначально, еще в июне, когда начал делать наброски к обзору, я подумал, я напишу, я напишу так красиво, что это убийца флагманов, как когда-то OnePlus. И когда вы покупаете Realme GT, это такое спортивное название, гоночные болиды, Gran Turismo, вы покупаете GT смартфон и вы можете купить себе и своей половине за стоимость флагмана другой компании. Или вы можете купить еще наушники и часы, если вы покупаете, например, не айфон, а вот такой аппарат. Реальность оказалась, к сожалению, совершенно другой. Использование Snapdragon 3 восьмерки привело к тому, что этот аппарат стал крайне дорогим для своего сегмента. То есть он близок по цене к известным флагманам, которые можно купить. Тот же базовый S21 от компании Samsung, где поменьше экранчик, есть защита от воды, есть беспроводная зарядка, реверсивная зарядка, ну и так далее. Здесь этого ничего нету. Но кого-то приманит Snapdragon 3 восьмерки. Аппарат получился нетипичным для Realme, потому что вот это соотношение цена-качество, когда вы про все забываете, говорите, дайте два. Оно тут не соблюдено. Но это очень важный аппарат для компании, потому что они пытаются подать себя, как если не законодательному, то компанию, которая способна производить вот нечто такое. В качестве последнего штриха я хочу сказать. У меня несколько аппаратов на Snapdragon 3 восьмерки. Я обратил внимание на очень смешную штуку. Она просто вот бедовая. Они очень сильно перегреваются в определенных условиях. Если температура воздуха снаружи летом была в Москве 40 градусов, 35-40 градусов, то они не успевают остывать. Камера прекращает работать. Где-то там, как на Sony Xperia, она сообщает об этом. Где-то как здесь просто вылетает. Это ошибка Snapdragon 3 восьмерки. Это не ошибка аппарата как такового. Это платформа, это чипсет дает такой результат. Что сказать в конечном итоге? Покупать, не покупать Realme GT зависит от вас, зависит от вашего отношения к этой компании. Но пока, на мой взгляд, все-таки Realme не готов на равных вот при такой цене играть с грандами индустрии. Другой момент, что на сером рынке такой аппарат можно купить за 35-40 тысяч рублей. Это уже абсолютно иной калинкор. Это абсолютно другое ценовое предложение. На этом все. Удачи! Зайдите на сайт, посмотрите фотографии. Если обзор еще не появился, он появится чуть позже. Заходите обязательно. Удачи и хорошего настроения! Пока!